Всем привет, ребят! С вами Megabzor.com. Сегодня хочу поделиться опытом эксплуатации далеко не рядового видеорегистратора. Gravitera Navi 4G. Стоит это удовольствие 24 900 рублей. Продажи стартовали. Давайте посмотрим, что нам предлагают за эту стоимость. Итак, в комплекте покупатель получает внешнюю GPS-антенну, ленту с двухсторонним скочем для фиксации на стекле, основной блок, дополнительную камеру с крепежными элементами, адаптер питания, руководство пользователя, карту памяти объемом 32 ГБ и сим-карту. Итак, выполнен он вот в таком вот необычном корпусе. Это фактически компактный такой вот планшет. Здесь 4,39 дюймовый дисплей, он сенсорный. Управление, соответственно, осуществляется основное именно через экран в этом устройстве. Разрешение у него высокое, это IPS-экран. Хорошо читается под разными углами наклона. Фиксируется вот в таком вот положении. Здесь находится металлическая пластина изогнутая. Ставим ленту с двухсторонним скотчем, фиксируем на стекле. От стекла выступает минимально. При этом занимает ограниченное пространство на стекле и можно установить где-то в районе, например, салонного зеркала. Не будет привлекать внимание стороны улицы и не будет отнимать полезную площадь обзора. С этой стороны расположен объектив, собранный из стеклянной оптики. Есть возможность изменять и поворачивать в стороны. Линию горизонта тоже можно поменять. Само крепление фиксируется с помощью накатанной гайки на боковой грани. Вот такая вот массивная гайка здесь есть. На верхней грани разъем для GPS-антенны, мини-USB и вход для внешней дополнительной камеры. Единственная кнопка находится на нижней грани. Здесь есть встроенная динамика, оповещающая о текущих статусах. Например, если поставить приложение о стационарных камерах, будут вводить предупреждения. Громкость регулируется. Антенна у устройства внешняя. Можно зафиксировать, например, в углу для обеспечения максимально качественного приема. Внешнюю камеру в защищенном корпусе поставить можем на заднее стекло или в районе номерного знака. У каждого есть свои плюсы и минусы. Здесь мини-USB и стоит отдельно отметить по подаче питания. Выполнен в виде адаптера. Внутри находятся мозги, которые всегда проводят контроль напряжения на аккумуляторе при падении или при приближении к заданной отметке. Для того, чтобы исключить риск полной разрядки вашего аккумулятора в автомобиле, отключается питание. В остальное время видеорегистратор постоянно ведет запись. То есть, вы выключили машину на время парковки, запись продолжается. Если какая-то неприятность возникла, задели вас на парковке, украли личные вещи, например, не обратили внимания на видеорегистратор, причем здесь есть, кстати, возможность хранения в облаке, то у вас всегда останется запись. Вы сможете просмотреть, получить к ней доступ. На самом устройстве две линии идут с предохранителями, предотвращая выход из строя, и линия на массу минус. Здесь также стоит отметить, что устройство оснащается слотом под сим-карту, автономный доступ в сеть поддерживается, и карта памяти 32 ГБ есть, плюс внутренняя память у самого устройства. По начинке. Здесь, помимо 4G-модуля скоростного установлен Wi-Fi 2,4 ГГц. Можно открыть точку доступа и подключиться напрямую с вашего смартфона. Давайте теперь рассмотрим интерфейс. Здесь главный экран включает иконки для быстрого доступа. Здесь же, например, можно перейти в изображение камеры, посмотреть, как отображается основной дополнительный канал. Причем для дополнительного канала, установив камеру назад, можно подключить к питанию фонаря заднего хода, и при включении задней передачи будет автоматически вводиться разметка, и помогать будет устройство вам парковаться. По иконкам заходим в раздел приложения. Здесь у нас предустановлен браузер. Есть два навигационных софта. Это от Google и Яндекс.Навигатор. Соответственно, если какая-то дальняя поездка или по городу, можно заранее загрузить туда карты или подгружать уже в ходе обновлений. Всегда будет актуально это. Плюс наличие доступа в сеть через 4G дает возможность получения данных по пробкам. Но можно не ограничиваться только софтом, который у вас стоит в памяти. Здесь полноценный Play Market. Все необходимое можете поставить. Например, в приложении Стрелка ставим, и будет вводиться уведомление по стонарным точкам и радарам. При этом базы регулярно обновляются. Одна из самых полных баз на текущий момент. Стоит приложение где-то чуть дешевле, чем 100 рублей. Но вполне себе можно позволить. Дешевле, по крайней мере, чем видеорегистратор. Также отдельное приложение CarKeeper. Там выводится QR-код. На телефон на базе iOS и Android загружаем приложение. Регистрируемся с помощью телефона или аккаунта в Google. Сканируем этот QR-код. И у нас получается возможность дистанционного управления вашим видеорегистратором. Находясь дома или где-то на работе, вы сможете просто включить приложение. Запросить, например, снимок или видео. С передней или задней камеры оно поступает. И, соответственно, у вас сохраняется. Также приложение будет выводить уведомления по срабатыванию, например, датчика удара. Вашу машину ударили, задели. Приходит уведомление и сохраняется фото-видео запись. Тут уже никуда она не потеряется. Даже если видеорегистратор у вас украдут. Из облака никто ваши данные не удалит. По приложению также есть возможность просмотреть файлы, которые вы отсняли. Запускаем Wi-Fi точку доступа для того, чтобы было быстрее. И нужные файлы вы просто переносите в память вашего смартфона. Соответственно, остается копия у вас в телефоне. Просмотреть, например, так можно. Или создать копию. Загружается достаточно быстро. По приложению. Тут же выводятся какие-то есть функции по социальным. Типа, похоже на социальные сети, где люди публикуют свои ролики. Но все записи шифруются. И несанкционированный доступ к вашим записям получить нельзя. По съемке Full HD. 30 кадров в секунду. Здесь угол обзора по основной камере 140, 130 на дополнительной. Оптика стеклянная. Сейчас вы видите пример снимков. Напомню, что по ссылке находится текст обзор. Там можете посмотреть дневной и ночной ролик в полном тайминге. На отдельных каналах я разместил. И по основному, по дополнительному, примерно трехминутные ролики. Если вам необходим исходный файл, то можете запросить. Без проблем загружу никаких вопросов. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Вместе с потоком видео с камеры также фиксируются данные по скорости и местоположению. Кстати, через приложение можно посмотреть еще, где в данный момент находится ваша машина. То есть, выполняет еще и функцию своего разного, например, охранного комплекса. Вот такое вот устройство Gravitera Navi 4G. Не дешевое, но при этом предлагает больше, чем обычный видеорегистратор. Фактически заменяет в машине двухканальный видеорегистратор. Это основная функция. Но при этом можно отработать как мультимедийная система. Здесь можно посмотреть ролики с YouTube. Поставить какие-то, например, детские мультики, если у вас дальняя дорога. Можете просмотреть сами файлы, пока ждете на длительной парковке. Это навигация с данными по пробкам, а также предупреждение по стационарным камерам. Плюс функции охранного комплекса. Возможность соединяться со смартфоном дистанционно через 4G и облако. Или напрямую по Wi-Fi. Возможность аккуратного скрытого монтажа и прямого подключения в бортовую сеть автомобиль. То есть будет снимать устройство еще и во время парковки. С удовольствием обслужу с вами Gravitera Navi 4G. Всем спасибо за внимание. Лайк, подписка приветствуются. Пока-пока.